За минувшие сутки на дорогах республики произошло 18 аварий и пострадали в них 25 человек. Вечером в Стрельдамагском районе неустановленный водитель сбил 18-летнего местного жителя, переходившего дорогу в неположенном месте. В результате пешехода госпитализировали, водитель с места ДТП скрылся. А в Уфе за прошедшие сутки зафиксировано 95 ДТП, в которых пострадало 7 человек. Около полудня 43-летняя женщина за рулем Пантеак Вайб, двигаясь по улице Чехова в микрорайоне Максимовка сбил еще одного любителя переходить дорогу в неустановленном месте. 65-летняя женщина с различными травмами была доставлена в больницу и после оказания медицинской помощи отпущена домой. Вечером того же дня 20-летний водитель, двигаясь по улице Новгородской за рулем Hyundai Solaris, не справился с управлением и влетел во встречный автомобиль ИШ. Водитель отечественной легковушки был доставлен в больницу, но после оказания медицинской помощи был отпущен домой. А вот его 78-летняя пассажирка с травмами головы госпитализирована. Ну и очередная классика жанра, попавшая в обзор камеры Уфанет. Утром в Уфе на пересечении улиц Александра Невского и Калинина встретились автомобили отечественного производства. Не желая ждать, Лада 11 модели решает проскочить налево. Но в этот момент на полном ходу в нее влетает ВАЗ-2114. Очень странный и рискованный поступок совершил водитель универсала, ведь обзор ему никто не закрывал. Хотя можно предположить, что происходила смена сигнала светофора и мигал зеленый, но это все равно не дает права идти на пролом, не убедившись в безопасности маневра.